Пожар в Наринмаре унёс жизнь человека. Причиной возгорания жилого дома могла стать непотушенная сигарета. Первый в тундре мемориал ветерану Великой Отечественной войны. Памятник в тундре. На Канине появился один из самых северных монументов. Его посвятили ветерану Великой Отечественной. Снег тоже вполне вероятно может быть. Непривычно холодно. Погода в Наринмаре продолжает удивлять. До антирекорда уже недалеко. Ждать ли лето в этом году? На телеканале Север Новости. Здравствуйте. О главных событиях Ненецкого округа расскажут наши корреспонденты. Я Олег Хатанзейский. В Наринмаре выясняют причины пожара, который полыхал в ночь субботы на воскресенье. Горел двухэтажный деревянный жилой дом по улице Заводская. Возгорание началось на втором этаже. В квартире одного из жителей строения 83-летний мужчина погиб. Подробности происшествия нам рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности главного управления МЧС России по Ненецкому округу Денис Фадеев. Давайте послушаем. И, как нам стало известно, причины пожара в квартире могла стать непотушенная хозяином сигарета. Впрочем, точные подробности ЧП назовут только после официального расследования. Пока к другим темам. Один из самых северных гранитных памятников установлен в Ненецком округе. В годовщину 70-летия Победы монумент ветерану Великой Отечественной появился в Канинской тундре. Он проделал длинный путь по воде из Архангельска до Несея. К месту захоронения обелиск доставили вертолетом. По маршруту проследовала моя коллега Валентина Чебичук. Внеплановый рейс для села всегда небольшой праздник. Особенно, когда он летит в стойбище за десятки километров от Неси. Там, у самого побережья Баренцева и Белого морей, кочуют бригады двух кооперативов – Восход и Общины Канин. Этот вертолет – шанс отправить родным самое необходимое – продукты, медикаменты, вещи и памятник семьи Латышевых. Они отправляются в шестую бригаду, где был похоронен ветеран Великой Отечественной Иван Латышев. В шестой бригаде я был, а здесь проходили. В то время его не стало было, когда в шестой я был. А сейчас я нахожусь в пятой. Тут сын похоронен у него, отца у меня. Тут, как он будет-то, тетка что-либо в тему. На небольшом кургане покоятся члены большого оленеводческого рода. Убранства скромные. У ненцев не принято украшать могилы. Деревянный крест с инициалами и датой жизни. На поминки ходят по возможности. Кладбище располагается у сопки Анорха. Это практически на побережье Баренцева моря. От ближайшей оленеводческой стоянки пять часов езды на упряжке. Из Неси только на вертолете. Раньше, когда еще я в детстве была, в тундре жили. И по этому маршруту наша бригада кочевала. Но, честно скажу, я ни разу здесь не была. Почему-то нас сюда или все время было некогда, не привозили. А так сестра, буквально у них маршрут у четвертой бригады рядышком проходит. Они приезжают, вот они крестик даже подкрашивали. Теперь перед крестом стоит гранитная плита. Ей уже не страшны ни ветер, ни мороз, ни дожди. Приезжающие мимо пастухи всегда поймут разборчивые надписи. В памятник Латышеву Ивану Макаровичу первый в тундре мемориал ветерану Отечественной войны. Уроженец Канинской тундры воевал на Втором Корейском фронте. Прошел всю войну и получил не одну награду. После демобилизации вернулся в родную Канинскую тундру. Похоронен здесь же, на Ниньском кладбище, где проводят последний путь всех оленеводов. В год 70-летия Победы небольшой памятник возвысится над могилой каждого ветерана, захороненного на территории Ниньского округа. В зависимости от даты смерти, средства на установку обелиска выделяет округ или федерация. Всего с 2012 года было изготовлено более 350 памятников. Они установлены в населенных пунктах и на Ренмаре. Теперь в этом списке значится и сопка Анорха, у мыса Канин-Нос. Валентина Чебичев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Еще одна новость из Канинской тундры. В Стойбище на летние каникулы отправились студенты из ОМНСИ и Наринмара. Их родители ведут кочевой образ жизни вдали от населенных пунктов. Студентов, получающих среднее, специальное и высшее образование в округе и за его пределами, развезли по бригадам двух кооперативов – Пасхот и Община Канин. Этим же бортом в Наринмар привезли абитуриентов для поступления в учебные заведения. Средства на вывоз детей до места кочевок, родителей и обратно заложены в государственной программе сохранения и развития коренных малочисленных народов севера в Ненецком округе. Поездка ежегодная. То есть обычно в конце июня, в начале июля вывозим студентов из Наринмара до оленеводческих стойбищ и обратно вывозим к месту учебы в конце августа. Также во время этой поездки подписаны два договора социального найма. В селе Омия на средства окружного бюджета построены два дома. Согласно очереди их распределили двум многодетным семьям из кооператива «Восход». Далее экономический блок. Казну региона снова подкорректировали. Бюджет в новом виде. Казна региона в очередной раз откорректирована. Несколько миллионов рублей выделены на завершение строительства дорог. Общественная охрана. В Красном может появиться добровольная народная дружина. Желающие вступить в ряды ДНД уже есть. Бюджет 2015 года в очередной раз подвергли корректировке. Парламентарии согласовали поправки, связанные с распределением осигнований по ряду мероприятий. При этом параметры регионального бюджета остались прежними. То есть расходная и доходная частью казны, а также дефицит. Ирина Цепетова о новых корректировках. Внушительную сумму, а именно 17 миллионов рублей, выделили городскому бюджету на реконструкцию и ремонт дорог. Эти деньги пойдут на обустройство дорожного покрытия улиц Строительная и Зелёная в Каджгарте, а также дороги в районе спорткомплекса «Норд». 29 миллионов рублей дополнительно выделили на завоз топлива и продовольствия в поселении. Кроме того, законодатели определили, на что будут направлены 8 миллионов рублей, выделенные на прошлой сессии малому и среднему предпринимательству. В частности, 3,1 миллиона рублей предполагается направить на выделение грантов для начинающих предпринимателей, которые будут создавать свой бизнес. Причём эти гранты будут выделяться на конкурсной основе. 2,5 миллиона рублей пойдут на предоставление субсидий предпринимателям на частичное возмещение затрат по уплате первоначального взноса при заключении договора лизинга. Сумма в размере 2,4 миллиона рублей будет выделена предпринимателям для возмещения частей затрат при осуществлении своей деятельности. Вместе с корректировкой окружного бюджета парламентарии поддержали и оптимизацию расходов на содержание органов госвласти. В частности, было решено устранить избыточную гарантию, а именно возмещение расходов на съём жилья лицам, замещающим должности на муниципальной или государственной службе. Оставили такое право только для депутатов, которые работают на непостоянной основе, дав таким образом возможность, гарантию, лицам, которые живут за пределами Наренмара, жителям сельских населённых пунктов, работать в составе депутатского корпуса. Также депутаты окружного парламента согласовали решение администрации округа об учреждении окружного казённого учреждения «Аппарат по обеспечению деятельности уполномоченных и Общественной палаты Неницкого автономного округа». Оно начнёт свою работу с 1 октября 2015 года. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Региональные средства массовой информации переходят в режим «эконом». Это связано с сокращением расходов на СМИ в казне округа. Доходная часть бюджетов нашей телерадиокомпании и редакции газеты «Нарьяна Виндер» уже сократилась в среднем на 15%. В настоящее время учреждения работают над оптимизацией собственных расходов. Впрочем, снижение затрат никак не скажется на качестве выпускаемых материалов. Телезрители «Севера» и радиослушатели будут получать информацию о событиях в жизни НАО в прежнем объёме. Переходя на эконом-режим, управления в Неницкое ТРК к оптимизации бюджета подошли комплексно. Например, наш телеканал больше не вещает в нерентабельном аналоговом диапазоне. Таким образом, удалось сэкономить примерно 10 миллионов рублей. Порядка 2 миллионов телерадиокомпаний сэкономят на дальних командировках. Такой подход к работе в новых экономических условиях был одобрен членами Общественного совета при Департаменте региональной политики. В ближайшие дни свои планы по оптимизации бюджетных расходов представит руководство газеты «Нарьяна Виндер». Впервые за последние 13 лет жителям Неницкого округа в следующем году предстоит выбрать депутата, который будет представлять интересы нашего региона в Госдуме страны. Выборы пройдут по смешанной системе, существовавшей ещё до 2003 года. Я напомню, на протяжении двух последних сроков Неницкий округ в Госдуме представлял Артур Челенгаров. Подробности предстоящих выборов мы сейчас узнаем у Людмилы Тоскаева. Это заместитель председателя избиркома. Людмила, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, предстоящие выборы, насколько они важны в целом для населения и субъекта? Добрый вечер, Олег. Да, действительно, 3 июля депутаты Государственной Думы приняли новый закон о переносе депутатских выборов в 2016 году с декабря на сентябрь, тем самым сократив три месяца своих полномочий. Но аргумент был железный, его поддержало большинство депутатов. Это работа над главным финансовым документом страны, над бюджетом, как работают сейчас новые составы у нас и окружного собрания, и городского совета. Документ, который приняли парламентарии, вносит изменения в 20-й федеральный закон. Это закон о выборах депутатов Государственной Думы, где говорится, что выборы депутатов Госдумы 7-го созыва проводятся в 3-е воскресенье сентября 2016 года. Думские выборы 2016 года пройдут по смешанной системе, которая действовала более 10 лет назад. В соответствии с законом, который принимали в Госдуме весной 2014 года, выборы пройдут по смешанной системе, и половина из 450 депутатов, это 225, будут избираться по одномандатным округам, и 225 будут избираться по партийным спискам. Но для избирателей Ниньского автономного округа этот год 2016 станет знаковым, потому что мы впервые за последние 10 с лишним лет будем вновь избирать своего депутата Государственной Думы. Последний раз в таких выборах мы участвовали в 2003 году. Тогда из 8 кандидатов убедительную победу одержал Артур Николаевич Челенгаров, набрав почти 44%. Ну и стоит отметить, что в 2016 году у нас еще будут плановые выборы. Это главы муниципального образования Малоземельский сельсовет и депутатов того же муниципального образования. Скажите, пожалуйста, пока еще насчет кандидатур ничего не понятно? Пока еще нет. Сами выборы в Госдуму будут назначены в следующем году, естественно, не ранее, чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Но самая плотная, скажем так, работа, она начнется уже весной, хотя мы, избирательная комиссия, начнем работать и сейчас уже работаем, да, и плотно начнем работать с нового года. это, ну, по кандидатурам, я думаю, будет известно в следующем году впереди. Спасибо, Людмила. Будем ждать выборов. Но я напомню, помимо выборов в Госдуму, жители региона ждут еще одни уже в этом году. 13 сентября, в единый день голосования, горожане выберут сразу двух депутатов Совет Наринмара, а жители двух муниципалитетов определят глав своих сельсоветов. Путем прямого голосования население округа также предстоит избрать и губернатора Архангельской области. Теперь другим темам. Красная может стать первым сельским населенным пунктом, где появится своя добровольная народная дружина. Эту идею в поселке обсуждали на специальном совещании. Участники встречи в итоге пришли к единому мнению. Дружинники в Красном нужны. Они смогут наравне с участковыми следить за порядком на улицах. Вопросов, впрочем, осталось еще немало. В частности, например, кто должен обеспечивать ДНД средствами связи, формой, знаками отличия и поощрять их за общественную работу. Специалисты подсчитали. Типовое положение работы ДНД необходимо разработать для каждого населенного пункта отдельно. Что касается народной дружины в Красном, то в поселке уже есть желающие, которые готовы вступить в ряды помощников полиции. Окончательное решение о создании в населенном пункте ДНД должны принять на следующие встречи. Напомню, сейчас дружинники есть только в Нринмаре. В составе группы 75 человек. Вы видели когда-нибудь плавающего оленя? Если нет, смотрите. Иди ты, олень! Рогатый пловец! Во Владивостоке олень решил переплыть море. На ютубе появился видеоролик с плавающим в море оленем. Его сняли на камеру мобильного телефона с одного из катеров в Амурском заливе. На кадрах видно, что рогатое животное плывет в направлении к Владивостоку. До берега далековато. Олень пугается шума мотора и старается уйти от катера. Судьба млекопитающего осталась неизвестной. Добавлю, ширина Амурского залива на разных участках от 9 до 20 километров. Как животное оказалось в воде, специалисты объяснить не могут. Они считают, что плавание на такие большие дистанции для оленей не характерно. По словам спасателей, в МЧС о необычном пловце никто не сообщал. А вот в водах Печоры олени точно не станут плавать, замерзнут. Вот, например, пока в Европе побит очередной максимум температуры на северо-западе России, погода решила установить минимум. Так, накануне в соседней Воркуте выпал неожиданно снег. Необычно холодно и в Поморье исключением не стала, конечно же, и наша заполярная столица. На протяжении последних пяти дней среднесуточная температура составляла всего 8 градусов. По прогнозам синоптиков, резкого потепления в ближайшие дни на севере не предвидится, однако направление ветра сменится и начнет поступать воздух из Атлантики, постепенно вытесняя холод. К концу недели столбик термометра медленно, но верно поползет вверх, а пока жителям региона остается только надеяться, что прогнозы окажутся верными. Сколько север считается, кухня погоды, поскольку с одной стороны у нас теплое течение, гальстрим, а с другой стороны уральские горы. Поэтому вот такая у нас переменчивая здесь погода обычно бывает. Ну и в ближайшие дни, на завтра и на следующие три дня у нас ожидается такая же погода. В ближайшие три дня теплом нас точно не порадует. Погода будет облачной. Временами синоптики обещают прояснение. 7 июля в Наринмаре днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 11-13 градусов со знаком «плюс». По округу температура воздуха днем составит от 9 до 14 градусов, местами всего до плюс 4. На побережье ночью порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. И весьма любопытные факты. Самая теплая погода в этот день наблюдалась в 2004 году. Тогда термометр в Наринмаре показал плюс 25. Самую же холодную погоду нам подарил 86-й год. 29 лет назад в столице региона наблюдалось всего 3 градуса тепла, так что сейчас нам с погодой еще повезло. Следить за новой новостями вы можете и в социальных сетях. Мы есть в ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке и на портале в YouTube, онлайн-трансляцию канала, а также всю самую важную и свежую информацию вы можете увидеть на нашем сайте. Будьте в курсе событий и хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok